Валерий Георгиевич, первый вопрос по поводу сегодняшней тренировки. Во время двухсторонки мы видели, как Виктор Ановка, блестящий себя на футбольном поле, проявляет. Ваша оценка как тренера его действий? Никакой, никак. И вот мне еще оценивать. Мы слышали, вы кричали, Савельич хорош. Подбодривал, да, чтобы не умер совсем. Сегодня в тренировке не принимал участие Арсен Захарянов. Что с ним? Сура, сура, три, четыре. Какие прогнозы? Я думаю, что надеемся, что ничего, сверхъестественно, удача в горло. Приболело и поднялась небольшая температура. Пока на паузе. Ситуация, вот коллеги сказали про Виктора Савельича, с крайними защитниками не хватает или дефицит? Ну, дефицит из-за того, что Савельич сломался, Сильянов не может принимать участие. Люди имеют дефицит, поэтому Савельич у крайнего защитника. А почему приняли решение не довызывать кого-то еще? Ну, потому что выбор не особо большой из-за того, что люди разъехались, уехали кого-то вызывать. Да вызывать, вернее, из отпуска. Потому что неправильно прерывать человек в отпуск. Потому что он здесь три дня или четыре потренировался. Что смысла нет. В игре, скорее всего, этот футболист, наверное, вряд ли принял бы участие. Поэтому, так скажем, пошли навстречу всем футболистам, которые в отпуске. А Логович? Он же был довызван, как раз из отпуска. Ну, Логович это было заранее, еще мы понимали, что это заранее. Он к первому дню сбора прибудет. Они там уже не на третий-четвертый день. Три дня здесь побыть. Поэтому Логовича довызвать. Давайте так, ростовских жалеть особо не надо. Насколько я знаю, у него отпуск в самом разгаре был. Уже полностью отключился. Как он воспринял то, что его сорвали, ему пришлось лететь из хороших таких дальних мест? Его не срывали, ему не пришлось, а он, естественно, набрал и спросил, где он находится. И не хотел бы он прервать отпуск. А что он с удовольствием, это с удовольствием прервал. Можно сказать, что он сам его прервал. А что это за место такое было, что вы его сорвали, что он с удовольствием сорвался? Вроде бы на Мальдивах был. Дмитрий Георгиевич, а вы где проводили отпуск? Видео с Казовым был, и Оглин или Казовым? Ну, вы же знаете, где это было. Там он проходил, в Турции. Если это отпуском, он может назвать тренингатого. А откуда это животное появилось? Там и ходят по Аделью. Расскажите, как вчера сходили на финал Курка России? Вообще, чья была идея собраться с командой и посетить финал? Чья идея? Ну, наша. Наша, моя, не знаю, чего. Как в ходу называть? Рафаэ, это совместно. Ну, расскажите про сам поход. Как вам футбол? В смысле, футбол в плане игры или как поход? Ну, входили на футбол. Редко, честно говоря, там с трибун смотрим футбол, но все ее футболисты. Наверное, и тренеры действующие. Ну, входили, сходили. В плане игры, что можете сказать по поводу похода? Ну, нормальное качество. Играли, играли. Молодой организм перенесет нагрузку такую, не все страшно. Как вы восприняли его успех все-таки? Это для наших игроков, нынешних, это победитель Европы довольно-таки успешно. Как воспринял? Ну, с радостью. Довольно счастливый за него, потому что стал чемпионом, чемпионом. Стал обладателем кубка. А как в таких вот ситуациях, когда игрок не выходит в финале, как он реагирует на это? Меняется ли его настроение? Я понимаю, что он полноценный обладатель кубка. Как меняется, не знаю. Ну, как бы вы отреагировали? Прошли весь путь, а в финале вас не выпустили. Ну, я так понимаю, не все игры он играл и до финала. Ничего нового. Понятно, что всем, наверное, хочется поучаствовать в финале. Тем более, когда команда 3-0 выигрывает. Но принимать как данные, что сделаешь. И радоваться за команду, за товарищей. Много разговоров сейчас о Константине Тюкавине. Его признали лучшим игроком российской премьер-лиги. Вот как раз-таки за последние месяцы отмечают его прогресс. Можете вы сравнить Тюкавина, который приезжал в сборную в прошлый раз, и сейчас он прибавил, он стал сильнее? Да я думаю, что сказать, что конкретно в чем-то он прибавил за последние 2 месяца. Нет, прогресс, понятно, прогресс есть, но он не последние 2 месяца только, если брать, а последние 2 года. Но вы считаете Тюкавина лучшим игроком РПЛ? Возможно, да, не знаю. Задумывался. Я даже за кого-то голосовал, только не помню за кого. Понял. Ну, значит, считаю. В чем Максима Глушенкова, он отрибавил, что сборная, кажется? Я уже говорил, что во всем. У него статистика похожа на Тюкавинскую. И? Позиция у него другая? Либо конкурировать с Тюкавиной тогда-то, типа, это позиция. Да, вне зависимости от позиции. Можете объяснить с ним? Сейчас? Он уже объяснил, что он сам не читает. И следите за новостями. Ну, он был в расширении. А дальше что случилось? Там. Вот, люди знают даже. Дальше, руководство ФС уже несколько раз подтвердило то, что будет с вами переговор по направлению контракта. Можете сказать, как они идут? Когда состоится вторая встреча и другого числа, будет принято решение. На что вы опираетесь? Какие факторы при переговорах? Когда будет встреча, вторая, не знаю. Вторая, третья, четвертая, пятая, не знаю вообще. Будет ли она, не знаю, без понятия. А как переговоры? Знаете больше, значит. Какие требования свои надвигали, которые отличаются от тех, что сейчас? Требований нет. Нюансы, да. Ну, естественно, в продлении. Любого, наверное, в любой работе есть нюансы. То есть, нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинский штаб. То есть, ну, это такие мелкие вещи, которые в моем личном контракте даже не прописаны, естественно, и не будет прописаны. Но хотелось бы из своего видения изложить, как должно работать. Ну, с моей точки зрения. РФС примет это, не примет. Или все примет. Все. Переговорный процесс, в принципе, двусторонний всегда. О процентах, на сколько вы сейчас близки к официальному контракту? Больше 50% что вы пропишете или вероятность? 50 на 50. Ольгий, а можете сразу развить слухи? Были разговоры про бешектаж, якобы они обращались. И рассматривают вас, что вы можете их возглавить. Слухи? По поводу того, рассматривает кто-то кого-то, я откуда знаю. Ко мне не обращались. Давайте все-таки немного о будущем сопернике сборной Беларуси. Что можете о ней рассказать, сильные ее качества, на чем делали акцент при подготовке? Давайте так себе уже говорил миллион раз. То есть при подготовке сейчас к нынешним соперникам, где мы акцент на сопернике делаем намного меньше. Это товарищеский матч, за который очки не дают. Да, в рейтинге FIFA вроде бы дают какие-то очки, но я думаю, что это не самое главное. Мы готовимся, отталкиваемся больше от себя. Да, понимаем и футболистам рассказываем, показываем, как соперник будет должен. Мы думаем, что он будет действовать, но понятно, что акцент делается на нас, а не на сопернике. Вне зависимости от соперника, будь то Сербия, Камерун или Беларуси. Мы хотим играть. Тем более, возможно, сейчас это позволяет, к сожалению, в нынешней ситуации позволяет это делать. Не зацикливаться на сопернике. Тот факт, что дома побеждаете, в гостях уже два года не выигрываете. С чем вы его связываете? Что нужно исправить, чтобы наконец-то на выезде победить? Верняка сейчас же это обсуждается перед очередной выездной встречей. Обсуждается кем? Вами? Нами, конечно. Вами только и обсуждается. Игорь Григорьевич, продолжение контакта. Игроки, может быть, которые уже с вами долго работают в сборной, общались с вами по поводу... Просили, может быть, остаться, так скажем, в сборной? Никто не общался. Сейчас упирается только все в нюансы, о которых вы говорите. Как оцените практически состоявшийся трансфер Сапонов в ПСЖ? Это круто для российского футбола, для него лично и для сборной? Ну, если он состоит, да. Причем, может, объяснить, почему для него... Сколько раз я говорил. Если у ребят будут предложения, хорошие предложения из хороших чемпионатов, надо уезжать. Понятно, что вы вырываете, как обычно, с контекстом. Надо уезжать, куда уезжать, чего уезжать, непонятно никому. Ну, вам это нравится, вырывать что-нибудь из контекста. Я говорю, если есть предложение из ПСЖ, то понятно, что надо ехать. Несмотря на то, что он вторым ездит? Кто вам скажет, что он вторым ездит? Вы так думаете. А кто думает? Писали в СМИ так же. Кто писал? Иностранные СМИ. А иностранные СМИ – это ПСЖ? Это спортивный директор ПСЖ сказал, это тренер ПСЖ сказал. Иностранные СМИ – это то же самое, что и вы. Вы так думаете, это ваше мнение. Вы думаете, способен ли он сразу встать или постепенно? Не важно, сразу или постепенно, но способен. Какая разница? Да, возможно, какое-то время на адаптацию, скорее всего, наверное, потребуется. Ну, если ПСЖ покупает, не знаю, за сколько, неважно, за сколько. Видите, вы все знаете. Восемнадцать плюс один. Даже это вы знаете. Если ПСЖ глаз положил и приобретает футболиста, это для того, чтобы у них есть понимание, как они его будут использовать и когда. Конечно, нужно, там, не знаю, вторым, третьим, четвертым или первым. А он обращался уже к вам за советом? Нет, ко мне нет. А какой вы главный совет ему дадите? Как тот, кто играл в Европе, ну, вообще, как бы быстрее освоиться? Что нужно сделать вообще? Быстрее освоиться? С точки зрения освоения, если про освоение говорите, выучите язык. Знакомы с ним со мной? Ну, играли друг против друга. Может, если он вам позвонит, вы дадите ему совет по поводу Сапонова какой-то? Если вдруг он к нам обратится? Если вдруг обратится, дам. Как? Какой-нибудь. А игра в Минске, как давно не были в этом городе? И вообще, какие у вас главные воспоминания, связанные с Минском? Футбольная ассоциация какие-то? Не помню, в каком году я был последний раз. Играли с Динамо в Минском. Играли еще когда-то. Ну, с игровой карьер на кругу. 90, наверное. С тех пор в Минске не были? Нет. Был. Был. Ездил. С друзьями. Приглашали друзья на свадьбу. Ну, вот так. Ну, не по футболу. Ну, не по футболу. Семенка драник хочет поесть. А вы что сделали в Беларуси? Особенно. Ну, поесть, чтобы ехать в Беларуси что-то поесть, точно не поеду из-за этого. Как, кстати, отнесетесь к этому, если я действительно захотел попробовать? Можно, нельзя драниками? Вообще нельзя. Ну, что такого криминального? Что такого криминального в драниках? Жирники все-таки. Еще раз. Если драники есть каждый день, жирные, как вы говорите, драники, драники разные бывают. Если каждый день их есть по ведрами, то, наверное, да, это нехорошо. Если один раз есть драники, то можно во вкусную точку пойти и сесть один раз в неделю, условно, или две недели, можно съесть и гамбург, и лечить. Это все проблемы. Вы видели, как вчера футболисты-сениты праздновали победу в Кубке? Нет, не видел. Ну, они прямо раздевалки, лечки, курить сигары. Я уже уехал. Это нормально, по вашему мнению? Ну, а что нет? Как будто что. Для вас странно. Для меня нет. То есть, если бы Ростов что-то вывел и футболисты начали в раздевалке курить сигары, то вас будет не смутить? Нет. Ну, я сам курил. И не сигары. Сейчас немножко другую. И не сигары. Я курил сигареты. После игры курил сигареты в раздевалке. Ну, понятно, не при тренере, но в душе, условно. Ну, а сигары… Сигары… Их даже дым в легкие не пропускаешь. А вы сейчас тренируете кого-то в Ростове или сборной, который только знаете, что курил? Ну, сейчас вот прям… В нынешнем Ростове, по-моему, никто не будет. А почему так поменялся? Потому что многие… Ну, типа они стали профессионалами. А толку? Ну, это другой вопрос. Принялся очень секрет на области вашей? Так сказали один раз. Ну, наверное. Олег Игоревич, в кредитах чемпионат Европы тоже. Может, вы планируете заехать на несколько дней, посмотреть? Ну, мало ли, такой план. За кем будете следить? Кто фаворит? Точно планов куда-то… Еще куда-то ездить у меня точно нет. Я уже наездился столько же. Ну, это тошнит. Поэтому поехать куда-то еще никуда, естественно, не собираюсь. Но ваша симпатия все-таки на чьей стороне? Вот из всех участников Европы определились для себя? Я, честно говоря, даже не знаю точно, кто всех участников, я даже не знаю. Поэтому начнется, когда чемпионат тогда посмотрят. Все, коллеги. Спасибо.